Всем привет! Вы на канале Моя Беларусь. Сегодня воскресенье, 18 сентября. Вот встает заря над лесом. Красивый сегодня рассвет такой. Был. О, красота! Мы встали рано. Сегодня путешествуем в Витебскую область. В Верхнепринский район, деревню Сарья. О, проезжаем такой вот, без соломы, да? Смотри, какой туман на озере стелется. Это мы уже больше, наверное, сколько? Двух с половиной часов дороги. И подъезжаем к городскому поселку Шумилино, Витебской области. Ну, вот Шумилино с гербом, а на гербе у них Архангел Михаил. Это городской поселок Витебской области. Вот мы его сейчас будем проезжать немножко с ним. Встречаю такой камень, смотри. Красота. Человек Витебщины Шпаков Алексей Артемович. Поселок этот назван Шумилино по такой легенде, что когда был бой с Наполеоном в этих местах, звуки боя были слышны на много километров вокруг. И место это шумело. Поэтому этот поселок и назвали Шумилино. Человек года Трофимов Павел Альбертович. Поселение впервые упоминается в XIX веке. Здесь была открыта Рига-Орловская железная дорога. Железная станция дорожная здесь была сначала называлась Сиротина, а потом была в 1962 году переименована в Баболино. Поселение в XX веке здесь было небольшое. Всего 50 человек. Из достопримечательностей здесь станционное здание очень старинное. В него даже приезжал царь Николай II. И из этого здания он отправил телеграмму, в которой написал отречение от престола. Что-то строится у них здесь. Есть здесь костел старинный. Ну, не старинный, в 2001 году построен. Богоматери Фатимской. И два православных прихода. Может, будем проезжать и увидим. Где дубеньки красивые. Это, наверное, пожарная часть. Вот, видите. Вот такой по дороге знак установлен. Я люблю шумиленно. Дома красиво разукрашены, да? Цвета такие. Здесь православных два храма в честь святого Афанасия Брескова. И старинный храм 1866 года Николая Чудотворца. Может, когда-нибудь удастся в них побывать. Мельница деревянная сделана. Ну, а мы двигаемся дальше. Продолжение следует...